Здравствуйте! Мы начинаем еще один наш урок. И сегодня я поговорю о том виде музыкального исполнительства, в основном фортепианного, который очень любим начинающими джазовыми музыкантами. Это страйд пиано и рэг тайм. Рэг тайм переводится как рваное время, а страйд пиано переводится, слово страйд это такое сленговое обозначение большой шаг. Так, имеется в виду прыжок от баса к аккорду и обратно. Вот это обозначали, в русском языке это называется умца-умца, а американцы называли это большой шаг. Но суть не меняется. Итак, поскольку, как я уже говорил на уроке о блюзе, негритянские американцы попали в ситуацию европейской музыки, в том числе европейской светской музыки. И именно европейская светская музыка привела к тому, что некоторые африканские приемы начали накладываться на европейские типы аккомпанемента, и возникло удивительное сочетание, которое было названо рэг таймом. Один из таких африканских элементов это наложение нечетных структур на четные структуры. В современном языке этот прием называется three against four, то есть три против четырех. Когда любая структура нечетная, три, пять, семь, девять, одиннадцать может быть наложена на любую четную структуру. Два, четыре и так далее. Вот я беру. А теперь я беру, это у меня четная структура. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Теперь я беру любую нечетную структуру. Например, до, ми, соль. И начинаю накладывать ее на эту четную структуру. Я могу взять три против четырех. Я могу взять пять. Например, раз, два, три, четыре, пять. То есть я накладываю нечетные структуры. То же самое могу взять семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Чем, собственно говоря, вовсю пользуются некоторые современные композиторы, используя именно этот прием. На этом приеме основан знаменитый ректайм Maple Leaf Rack, который в переводе это звучит как рек кленового листа. Вот я сейчас для вас, мы его сыграем, кусочек. А вы посмотрите, как используется этот прием. Раз, два, раз, два, три. Редактор субтитров А.Семкин Теперь я вам расскажу немножко о том, как это играется и какие были традиции у ректайма. Ну, во-первых, это была для начала полька. То есть я сейчас для вас играл ректайм, и я его отсвинговывал. Изначальные ректаймы не свинговались. Они игрались действительно как полька. Не так. Это у меня уже позднее, современное исполнение ректайма. Изначальное исполнение ректайма было таким. И вот он прием три против четырех. Тот же самый прием, предположим, используется в еще одном знаменитом ректайме, который называется развлекатель, интертейнер. Но пропускается один элемент из трех. Не так. Не так. А пропускается. Но от этого суть приема не меняется. Это все те же самые. Three against four. Три против четырех. Кстати, маленькое отступление. Ректаймы использовались очень часто на домашних праздниках. И вот был такой обычай, который назывался прогулка за кусочком пирога. Заключался он в том, что на середину, а тогда были круглые столы, так вот на середину круглого стола ставился торт. Он разрезался на части. И весь народ, пришедший на праздники, под звуки вот этого ректайма, начинал танцевать вокруг этого стола. Ходил вокруг этого стола. А музыканты начинали ускорять этот ректайм. И народ начинал отваливаться потихонечку. Кто-то не выдерживал. Потому что музыканты играли все быстрее и быстрее, быстрее и быстрее. И вот те, кто не успевал, те могли лишиться, знаете ли, кусочка пирога. Поэтому и называлась прогулка за кусочком пирога. Итак, если вы заметили, когда я играл сейчас вместе с моими коллегами, то контрабас играл со мной в унисон. Именно так ректаймовые структуры игрались в самом начале, когда возникал джаз. Контрабас выучивал ту же самую партию, которую играл пианист. Или наоборот, пианист договаривался с контрабасистом, как играть. Именно это я сегодня сделал с Дарьей. Мы договорились, как играть. Давай сыграем это в темпе. Прям вот этот кусочек. Раз, два. И раз, два, три. Итак, как видите, мы с контрабасом играли в унисон. Вот так играли старые ансамбли, а затем все изменилось. Но тогда это был уже не ректайм. А возникло другое направление, более современное по тем временам, которое назвали страйд пиано. Одни из таких апологетов этого стиля, это такие люди, как Арт Тейтум, как Тедди Уилсон. Причем Арт Тейтум считался в свое время джазовым богом страйда. И Рахманинов называл этого музыканта лучшим пианистом 20 века. Именно Рахманинов считал Арта Тейтума. И я настоятельно рекомендую всем, кто будет смотреть эти уроки, и кому понравится страйд пиано, послушать, как играет Арт Тейтум. Итак, большой шаг. Давайте посмотрим на технологию левой руки. Что может быть проще? Но джазовым музыкантам этого не хватило. Для начала такие люди, как знаменитый композитор и пианист Фетс Уоллер, расширили динамику скачка. И она стала такой. Вот так играл Арт Тейтум. Причем играл он это на больших скоростях. Это требовало достаточно приличного времени для занятий. Но американские музыканты никогда не жалели времени для домашних занятий. Поэтому доводили этот прием до удивительного совершенства. В конце 30-х, в самом начале 40-х годов даже возникло такое направление среди людей, которых называли нью-йоркскими щекотальщиками. Почему щекотальщиками? Потому что они так играли легкие пассажи правой рукой, что это воспринималось как такая щекотка. Кстати, тот же самый Арт Тейтум был одним из таких нью-йоркских щекотальщиков. Он с невероятной скоростью и легкостью играл эти пассажи. И для того, чтобы эту левую руку еще и показать в выгодном свете, иногда эти нью-йоркские щекотальщики снимали правую руку, оставляли левую здесь, работавшую с большой скоростью, брали отсюда чашечку кофе, неторопливо ее пили. В этот момент их левая рука работала с той же самой скоростью, ставили ее обратно и продолжали играть правой рукой. Но это небольшое отступление. Это была одна из таких традиций после середины 30-х годов, традиции страйд пиано. Так вот, дальше развитие левой руки пошло по принципу усложнения. Появились децимы. Для тех, кто не знает децимы, это терция через октаву. Иногда со средним звуком, иногда без. Как видите, я играю аккорд. Я играю аккорд-аккорд, не бас-аккорд, а аккорд-аккорд. И еще то, что я сейчас сделал, я начал раскладывать аккорды. Итак, вначале у нас возникла система аккорд-аккорд. Кстати, потом эта система, с помощью такого музыканта, как Эрл Гарнер, была переделана в систему сплошной аккорд. И если бы Эрл Гарнер сейчас захотел сыграть тот же самый Maple Leaf Rack, то, наверное, он бы звучал так. Именно так. Только Эрл Гарнер еще бы немножко отставал. Потому что он любил играть с отставанием. И тогда это звучало бы так. Но это я немножко забежал вперед. Итак, раскладка. Сначала шла от баса вверх к аккорду. Затем оказалось, что можно очень удобно раскладывать не только от баса вверх, но и сверху на бас. И раскладывать оба аккорда. Смотрите, что я сейчас буду делать. Итак, я раскладываю. От терцового звука на бас. От терцового звука на аккорд. Вот. Получается сверху вниз, снизу вверх. Смотрите, что получается. Получается заполнение. Почему оно возникло? Потому что многие дансинги не могли себе финансово позволить пригласить ансамбль. И они должны были просто пригласить пианиста, который играл как минимум за дуэт, за трио. Поэтому пианисты нашли такие варианты, как буги-вуги, когда шел ритмический блюз, под который можно было танцевать, и он не требовал никаких других музыкантов. И также нашли способ раскладки. Музыка. 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 то же самое происходит когда мы начинаем играть простыми аккордами мы начинаем чувствовать вторые доли чуть-чуть билли тейлор очень точно высказал эту эмоцию чувствуем сильную акцентируем слабую но чувствуем сильную но акцентируем слабую вот сейчас мы попробуем after you've gone для вас сыграть именно в этом стиле one two one two three four а щас рэктаем и и и и и и и и Итак, наша левая рука делает при этом все то, что она делала бы, если бы не было баса, но только она делает это аккордами. При этом иногда левая рука в страйде может перейти на такой более современный страйд, почти свинг, то есть ударить между долями, между долями. Раз и два. И раз, два, три, четыре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоп! А иногда один звук из аккорда может составить контур-мелодию. Например, смотрите. Ещё раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Про то, как я отстаю правой рукой от левой, это я расскажу отдельно. А те, кто не знают, это не потому, что я не успеваю. А это потому, что это один из секретов джазовой стилистики. Теперь что мы делаем в правой руке? Как мы заполняем? Мы берём мелодию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для начала начинающий джазовый музыкант может заполнять структуру различными простыми трезвучиями, простыми септаккордами, которые могут быть превращены в пассаж. Например, вот я сыграл. Я тут же сейчас это заполню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Той же самой структурой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Та же самая структура, которую я просто перевернул сверху вниз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаю мелодию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делаю то же самое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто трезвучием. Я могу соединить это трезвучие с элементами блюзового лада. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что я сделал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я соединил блюзовый лад с трезвучием, превратил это в пассаж. Я могу сделать это как гамму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я взял гамму. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Превратил ее в трезвучие форпеджио. Смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И просто вышел в нужную мне сильную долю лада. То же самое могу, применив уменьшенный лад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И превратить... Вот я сейчас применил уменьшенный лад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь я превращу в простые арпеджио. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте медленно. Теперь я буду играть для вас пассажами. Раз, два. И раз, два, три, четыре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я сейчас специально играл достаточно простыми структурами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть теми, которые прямо находятся в тональности. Если бы я хотел играть более современно, я бы мог использовать в том числе и те наложения, о которых я рассказывал, когда рассказывал в уменьшенном ладе. То есть, например, используя фа мажор, я могу использовать не только фа, я могу использовать рядом стоящие тональности, которые я переведу в фа мажор. Например, раз, два, три. Смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоп! Что я сейчас сделал? Я использовал ми-мажор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но только верхние части этих трезвучий превратил в некое подобие мелодии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все. Я вам показал просто, как простые структуры, но с простым наложением, используются в этих структурах. То же самое можно сделать с простыми пассажами. Например. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На фа миноре я использовал ми-мажор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И разрешил его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, страйдовые структуры это прежде всего, когда мы говорим страйд, мы говорим либо бас-аккорд, то есть страйд, либо аккорд-аккорд, современный страйд, либо аккорд на четыре доли, но так, чтобы он совпадал с басом, либо был разложен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И второе. Мы в основном используем несложные сочетания. Мы используем множество натуральных ладов в виде тетрахордов, арпеджио, различных видов пассажирования. Иногда используем сочетания полутоновые, простые. И это очень красиво звучит. Я думаю, что на этом мы сегодня урок о страйд пиано закончим. Желаю вам всем овладеть этим замечательным, красивым стилем. Послушайте арта Тейтума и Тедди Уилсона. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ